но рассказывай я не знаю как но очень интересно по сразу я тебе сразу бам я говорю ну вот так я не знаю как мне объяснить то есть как бы я это уже понимал что рекорда не будет в этот день ты что охерел а вот это попробуй не ставить надо это уже решить и с этим закончить потому что я считаю что будет лучше обоим сторонам павел наконечный алексей новиков два украинца мощнейшие атлеты дисциплины стронгмен они выступают под одним флагом у них один тренер но очевидная неприязнь вылилась в скандал на крупном турнире что между ними за конфликт почему два украинца не обменялись рукопожатием перед началом турнира в англии а после и вовсе дошло до ударов за кулисами что на самом деле произошло на джаинс лайф манчестере какие будут последствия у этого инцидента и реально ли разрешить конфликт между двумя сильнейшими стронгами украины очевидно непростая тема но я знаю что она многим интересно пространство для хайпа на самом деле большое было бы желание со времен турнира я бы оформил выпусков так 5 на эту тему конкретно бы прошелся по этому инфоповоду но я уважаю обоих атлетов их тренера поэтому решил выждать небольшую паузу подождать пока градус эмоций немного снизится и поговорил с павлом и алексеем о том что на самом деле произошло в манчестере проясним сразу я больше общаюсь с павлом это правда мы с ним друзья и возможно кто-то ждет от меня предвзятого обзора что я буду оправдывать чью-то позицию но правда в том что в первую очередь я предоставлю слово самим атлетам это главное а уже после как автор канала проясню свою позицию здраво и критично как я это вижу посмотрим что из этого получится и вы после сами напишите в комментариях согласны вы со мной или нет но начать я предлагаю именно со спортивных результатов в итоговой таблице по результатам турнира алексей новиков занял третье место павел наконечный четвертое они расположились на соседних позициях но на самом деле разрыв между ними большой правда ради оба атлета подошли к турниру не в лучших кондициях не показали свой максимум на этих соревнованиях и было бы конечно интересно если бы они выступили во весь потенциал своих сил какой бы итоговый разрыв был между ними это все допущение предположения но конкретно на этом турнире опыт взял верх алексей имеет гораздо больше опыт работы в специфических стронговских упражнений так что очевидно на этом турнире преимущество было за ним но давайте дадим слово самим атлетам и пусть они оценят свой результат на турнире джаэнтс лайф манчестере ты серьезно андрей а ну а давай а вот будут у меня будут кто скажут что я не той стороной вилки и ложки поставил интересно что они так плохо помоют ты представь что мы это дерьмо будем пересматривать лет через 50 какой офигенный личный архив это просто это качки они не резкие нет я бы убил а ты не будешь мне кажется что я убил нет она улетела просто попробуй это вставить банк сразу я тебе сразу в банк прошло некоторое время после турнира как тебе дебютный этот был опыт в про по организации по настроению по атмосфере организация была на высшем уровне это это не было удивительно то есть приняли и приняли очень хорошо и оплата полностью дороги оплата проживания это уважение к спортсменам слушай тяга не получилось до тяга не получилось причину но но слив веса за пять дней до соревнований минус 12 килограмм было и причем потеря веса многие в комментариях писали что типа там наверно препараты какие-то добавили что-то из-за из-за этого слилось а я же был свидетелем какие проблемы же к этой были шли до совсем не держалась и как бы это просто не афишировали потому что ну типа чего отмазать делать за месяц до соревнований нашлись проблемы жкт я у меня началась рвота каждое утро то есть я выпивал там коктейль гейнера утром половина могло выйти изменяли исправляли лечили подлечивали потом она снова возвращалась и на этом фоне вот буквально за пять дней до соревнований пошел жесткий слив воды ну пытались задержать или гидроном и электролитами также наполнением ничего не помогло капельницы все было опять же да потому что основа еда не держал да да основа не держалась совсем и это действительно так многие в комментариях замечали что между тягой 475 килограммов весом который павел поднял очень легко и 455 килограммов на последние тренировки на подготовке которые пошли с видимым усилием с протяжкой по ногам разница была существенная много было разговора в комментариях о том что были ошибки в подготовке неправильное распределение весов в финальные недели перед турниром и так далее я больше скажу вместо 455 килограммов изначально на той самой последней тяге павел должен был поднять и вовсе астрономический вес как для подготовки но уже тогда было понятно что все идет не так во многом из-за сбоя желудка и я сознательно не включал эти моменты в выпуске потому что ну когда у человека сразу после приема пищи не держится еда во первых это ну не самый приятный визуал или даже просто подробности для того чтобы упоминать их выпуске а во вторых была надежда что ну получится как-то все же на есть напить вес перед турниром и как-то компенсировать его потерю опять же если бы это получилось то ну зачем было бы об этом говорить перед турниром до чтобы кто-то воспринял это как отмазки на случай если бы не получилось поднять рекорд но в итоге удержать вес не удалось и более того по весам пошел конкретная в то бишь на соревнованиях и вышел 163 сейчас у меня идемте посмотрим сейчас у меня 158 ну правда ради правда ради вот мы с тобой это проговаривали я тебе настолько легким никогда не видел со времен нашего знакомства ты не мог видеть меня настолько легким потому что я в лет девятнадцать наверное да нет даже 18 это где-то весит это это очень маленький вес но опять же стронку я был готов форма для страна была очень хорошая это было видно и пересматривая видео ну так как я говорил для стронка я был готов пошли психологические сбои и в голове и по настроению собрался только на шарах это было видно вот доволен чемоданами потому что считаю что достаточно хороший результат и в принципе мне нравится ускоряться с весом для меня это по-моему легче чем со своим собственным бегать не попробовал опять же ошибка опыта такого уровня впрочем опыта в струнгменовских упражнениях была возможность попробовать снаряд за кулисами то есть более опытные спортсмены это сделали либо уже знали как это упражнение делать так как я первый раз на этом снаряде это нормально я считаю то есть я меня вызвали сказали все давай я говорю можно хотя бы чемоданы попробовать как они да иди попробуй попробовал чемоданы поднял окей в принципе можно было и якорь пойти попробовать ну думаю ней подсказали за кулисами ребята не выступающие которые просто смотреть приехали стронги как его нужно держать но держал я по-своему так как я тренировал это опять же моих роликах вы можете это увидеть по стронгу у меня в инстаграме как мы тренировали тягу эту слушай многие спрашивают может надо было 475 потянуть закрепить и и по баллам было бы лучше и по результату лучше решил на принцип пойти на 505 смотри мы точнее я я это уже понимал что рекорда не будет в этот день понимал я это еще до 453 килограмма потому что на всем этом фоне слива упадка сил также нехватка кислорода была и сейчас с этим тоже я решаю проблему как чтобы этого не было на соревнованиях я понимал что 505 не будет и делаем шоу делаем шоу показываем просто как мы можем подойти к этому подходу публика была довольна хотя не было тяги но настрой был максимально разогнать публику удалось это мне понравилось и понравилось вот именно общение и отдача британской британской аудитории она совсем не такая как была у меня по опыту это понятно пауэрлифтинга айпе федерации соревнования в принципе не такие зрелищные вот и тех уровнях и строновских что я выступал либо также взять вербьев соревнования то там конечно также поддержка была максимальная и помню помню как как бы сейчас вот там нахожусь как со всех углов не чувствует от вес кричать легко паша давай это идешь на кураже это все тебе кричат это это круто и вот в британии как это было для меня странно услышать паша не чувствует от вес от зрителей потом подходит ребята рядом с украины вот они живут в британии то несколько было таких ребят кстати на весах видно по факту по факту смотрим как она есть мог ли наконечный показательной результат если бы он подошел на пике своих сил или как минимум не терял вес возможно но все это из разряда допущений спорт в принципе и стронгмен в частности их не прощает так что имеем что имеем такой результат такие были проблемы павлу его команде остается только сделать выводы из прошлой подготовки восстановить организм и не повторять ошибки прошлого этапа что касается алексея новикова то он атлет достаточно стабильный как правило он верхней части таблицы а то и в призах в конце концов он сильнейший человек мира в 2020 году в стронгмене и в целом это турнир giant life манчестере я думаю он тоже может занести себе в актив турнир giant life это та серия турниров где я кайфую выступать потому что это прекраснейшее шоу и ну это каждому спортсмену классно и приятно выступать на нем потому что энергетика людей которые там есть и насколько сильно они поддерживают это очень много значит относительно несложные соревнования то есть нету запредельных весов все относительно понятно привычно хорошая хорошие соревнования для стронга не топового уровня соревнований скажем так то есть шоу топ а соревнования по весам но не самые сложные и это хорошо они не должны быть самыми сложными по весам у нас есть в см у нас есть арнольд где мы поднимаем что-то запредельное здесь мы хоть чуть-чуть нас организаторы берегут и я благодарен за это я уже победил когда 453 потем для меня это уже космос просто да я результатами очень доволен тяга это для меня что-то вообще нереальное по всем упражнениям прошелся относительно хорошо мог лучше если бы не колени но в целом достаточно нормально то есть можно было говорить о каких-то призовых местах на им говорю о победе если бы не колени фермера быстрее тянуть обратно быстрее также мог выдавать лучше на викинг прессе и ошибка моя две ошибки на шарах которые мне много секунд забрали соответственно баллов а так в целом я очень доволен результатом соревнования у меня надрывы четырех 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 или пяти местах на данный то не знаю но как бы потихоньку заживает все и что-то меньше беспокоит что-то больше беспокоит у меня на стоп левой ноги два колена перед плеча или левый бицепс под дельтой вот это то что меня сейчас немножко мешает выступать а теперь что насчет конфликта я пообщался с обоими атлетами алексей свою версию изложил достаточно подробно павел в эти самые подробности уходить не хочет не хочет делать их публичными предпочитает все решить лично и закрыть историю в итоге как я и сказал у меня больше подробностей версии именно алексея павел свою версию пока не озвучивал если он захочет то я думаю сделает это в будущем мне остается пока наблюдать за происходящим я видел много версий конфликта у нас на западе причем на западе были куда более экзотические версии и я назвал некоторые из них алексея новикова чтобы он их прокомментировал на западе допускают что в этой ситуации в этом конфликте есть какой-то политический подтекст якобы на фоне общения с российскими стронгами версия нелепая но на западе и воспринимает вполне серьезно ну чтобы понимали я даже не мог подумать об этом и это сводится к настолько абсурдному мнению можно просто понять что павел сам недавно относительно недавно ездил выступать в россию и мы понимаем уже его позицию в этом и в это априори невозможно потому что ну вот вот такая вот ситуация ну-ка как может мне указывать кто-то что-то как делать не дружить с кем-то если если сам ездит ну то есть образом но в целом этот момент даже не поднимался я даже не мог подумать об этом конечно же нет плюс была версия что в споре двух мужчин наверняка замешана женщина не знаю женщина чтобы конфликтных в этой ситуациях не было значит все крутится именно вокруг спорта и конкуренции это не здоровая конкуренция бы так сказать причина ситуации причина этих всех ситуаций это не здоровая конкуренция причем очевидно это не секрет недопонимание возникло не накануне турнира этот конфликт продолжается уже пару лет относительно да то есть изначально начало этого этого конфликта где-то года два назад может три не точно точно и казалось бы что может быть проще два мужчин тем более находясь в одном городе работая с одним тренером могут встретиться лично и какие проблемы между ними есть порешать я знаю что были попытки со стороны тренера уладить этот конфликт но они ни к чему не привели и к самому турниру атлеты подошли мягко скажем в состоянии недопонимания контакта в виде рукопожатия до турнира и во время начала соревнований между атлетами не было рукой пожатье у нас не было не в отеле не до отеля и после отеля потом ну конечно перескать мы же кушаем все вместе у нас митинг и все вместе и так далее как как бы ко мне вопрос люди задают что такое у спортсмены я говорю ну вот так я не знаю как мне объяснить то есть как бы еще месяца два назад мы могли общаться в зале здороваемся но приезжая на соревнования вот такая ситуация я не знаю что говорить соревнования но мы выходим он руку не жмет потом только уже тренер то есть причина всего этого не тренер лет мы это мое мнение когда два атлета из одной страны в данном случае два украинца не приветствуют друг друга на арене крупного турнира перед всеми зрителями на арене перед огромной аудитории на онлайн трансляции это скажем прецедент не очень кто бы ни был больше виноват в конфликте за кем бы не было правда за кем бы не было больше косяков опять же я в дурацкой ситуации потому что в этом видео больше озвучена именно версия со стороны алексея тем не менее это смотрится не очень на эту деталь многие обратили внимание было много вопросов почему это произошло но все же это деталь которая надеюсь не повторится в будущем потому что но она сказывается на имидже атлетов им страны которые они представляют но кей ладно проехали продолжился турнир атлеты показывали свои результаты в различных движениях но по его завершении произошел конфликт с применением силы кадров самой драки нет есть короткий фрагмент после так или иначе в том помещении были только атлеты и обозреватели приближенные к организатору по версии алексея он был в этой комнате общался по телефону со своими близкими обсуждал результаты турнира свое занятое место и в итоге в этот момент в него чуть ли не влетел павел и непосредственно произошел конфликт и какой-то момент я вложу телефон поднимаю голову выравниваясь и на меня идет просто на меня идет паша и и инициатор этого сложно сказать ну сложно сказать что это был не паша я как-то увернулся он все равно попал потом он он попала и вот как-то мы сблизились и по сути удару дальше никаких не было и нас разняли и все то есть все закончилось ну то там 7 чуваков которые поднимают их нормально конечно не разгребут быстро полиции не было но но еще не было скажем так она возможно я и могу быть инициатором этого всего я на данном данный момент я просто наблюдаю на тем как происходит все это вся эта ситуация как ведут все деви особы в этом всем конфликте ну пока это грубо говоря когда организаторы и спортсмен тренер не знаю кто-то еще какие-то люди которые к этому причастны если они будут вести себя справедливо правильно но я тоже буду вести себя относительно правильно то есть но мы не говорим что обращение к полиции это неправильно это в нашем снг считается это не очень но целом в англии в америке я не прав если я не обратился к полиции из этого на данный момент исходя из нашего нашей головы россия украина беларусь я как бы еще ничего не делаю но приехала бригада скорой помощи зафиксировали что вот такая ситуация была они это все зафиксировали меня есть бумага с этого я могу на любых соревнованиях когда буду там обратиться в полицию сказать вот такая ситуация была и будут проблемы как минимум с въездом дальнейшее время как минимум что имеем в итоге парни разняли повреждение алексей зафиксировали бумага имеется обращение в полицию на данный момент не было алексей со своей стороны ожидает обращение от павла с признанием вины павел со своей стороны предлагает личную встречу как он говорит без хайпа без камер есть что обсудить есть вариант прийти к общему знаменателю выводить я не буду то что у нас длится с алексеем уже крайних два года лёша тебе обращаюсь давай заканчивать это все с этим хайпом ненужным давай встретимся пообщаемся мой телефон ты знаешь не старом также я жду тебя либо звонка либо sms я не хочу выносить в люди то что было у нас на протяжении двух крайних лет я не хочу это выносить и все вопросы которые ты сейчас задаешь которые мне пишут в инстаграме люди которые в youtube комментариях пишут ребят но надо понимать надо понимать и что всегда есть две стороны и я не хочу не оправдывать ни на кого знать я просто хочу это все закончить и лёха давай пообщаемся мы знаем даже общего человека который с нами согласится сеть за один стол то есть надо это уже решить и с этим закончить потому что я считаю что будет лучше обоим сторонам версия как все было в трактовке павла она осталась при нем мне на камеру на и озвучивать не стал своем видео ссылку на канал павла я оставлю в описании под этим видео посмотрите его выпуск он также подробности вдаваться не стал те подробности которые прозвучали вне камеры они прозвучали вне камеры я их озвучивать не буду тем более что возможно после этого видео павел сам посчитает нужным их озвучить тем более что но есть где у себя на канале у меня или где бы то ни было еще я сразу скажу что я не вдавался в такие детали как там не знаю парни не поделили магнезию павел якобы не дал магнезию алексею что он озвучивал у себя в выпуске меня на фоне всех происходящих событий больше интересует отсутствие публичного рукопожатия и конфликт после. Все остальные детали, не знаю, на эмоциях, на каких-то переживаниях, на каком-то, я не знаю, ситуативном моменте что-то не поделили. Окей, в такие детали я не вдаюсь. Опять же, если атлеты захотят, они смогут больше обсудить этот момент, кто кому что не дал и почему. Меня гораздо больше интересует вопрос санкций в связи с произошедшим. Решать это организаторам. Это произошло на их шоу. Это их решение. Алексей озвучил свое видение развития событий. Не мне решать в первую очередь, но мое мнение, что это просто так оставлять нельзя, потому что это неадекватное поведение спортсмена. И это исторически у нас никто не дрался на соревнованиях, после соревнований. Это неприпустимо, на мой взгляд. Если он нормально извинится, то дисквалификация может быть года на два. Если он не извинится, он будет считать себя правом и дальше. Я думаю, что дисквалификация от пяти и до пожизненного может быть. Потому что у нас, в наших странах это нормально подраться после соревнований. Плюс-минус. Мы воспринимаем адекватно подрались пацаны. Ну, не хрен с ним, что они подрались. Там это невозможно, это осуждается на всех уровнях. Да, можно было не допускать ее изначально, а можно ее решить по приезду в Киев, объяснить, что так и так, я был неправ. Как ты видишь, решить эту ситуацию, мы бы все решили. Когда это выплывает настолько высоко, человек не может сказать «извини» и все. Об этом нужно, он должен понять, что он сделал, признать все свои ошибки искренне, не так, как он сказал это на камеру. Если он действительно нормально отнесется к этому всему, возможно, это будет, выйдет на нейтралитет какой-то. Дружбы, скорее всего, не получится, а может через лет, там, каких-то 10-15 мы будем вместе дружить и все будет нормально. Кто его знает, как оно будет. То есть, как-то вот так, на данный момент я не вижу того варианта, чтобы можно было дружить, общаться и все было окей. Павел при этом, будучи готовым к диалогу с Алексеем, к чему бы этот диалог ни привел и как бы он ни состоялся, видит свое ближайшее будущее по-своему. У меня через месяц соревнования, поэтому буквально 2-3 дня я подключаю стронг, сейчас еще 2-3 тренировки на тонус сделаю, чисто в качалочке потренируюсь и начинаю входить в стронг, потому что 3-3,5 недель будет вполне достаточно для тех весов, которые нужно там показать. По тонусу очень хорошо и сейчас с аппетитом я уже практически разобрался, наедаю, напиваю. Вес мы целенаправленно возвращать не будем, потому что объемы-то общие упали, но по силовым я не чувствую никакого дискомфорта, хотя отдыхал полтора недели, сейчас только начал входить в ритм тренировок и по сути там 4-5 тренировок я сделал. как я ощущаю веса в руках. Веса ощущается очень хорошо, то есть форма есть, ее просто надо доработать и поехать на следующие соревнования. Ты получил приглашение, ты готовишься на соревнованиях? Да, я готовлю на соревнованиях. Окей, то есть... Ты хотел услышать детали, я так понимаю. Мне главное, что мы скоро тебя увидим. Да, вы увидите не раз, все будет хорошо, ну то есть эти соревнования прошли, опыт получен, выводы сделаны. Что скажешь тем, кто говорит, ну, я думаю, наконечный сломался на первые же попытки, все, там уже никаких заходов на рекорд не будет, нет, это все уже закончено. Что таким людям скажешь? Ну, это все было еще до. То есть это все было на потере веса, все было понятно. Ну, попытки-то еще будут? Андрюх, будут не попытки, а будет рекорд. Окей. Алексей тем временем уже успел выступить в Англии, в Лидсе. Он занял второе место на турнире Europe's Strongest Man. Скоро он вернется в Украину и, надеюсь, будет разрешение этой истории. Цель этого видео не разжигать конфликт, а подчеркнуть, что оба его участника готовы к диалогу. Каждый видит это по-своему, у каждого своя правда. Но я спросил обоих и услышал, все можно решить достаточно просто. Как ты считаешь вообще, вот я, Алексей, такой же вопрос задавал, как ты считаешь, этот конфликт реально разрулить, чтобы все перешло исключительно в спортивную конкуренцию только? Я считаю, в принципе, нет с чего делать проблем, потому что ситуации есть разные. И просто надо сесть, поговорить, выслушать каждую сторону и сделать выводы, желательно выводы в голос, чтобы понять, правильно мы поняли или неправильно поняли. Если нет, сделать паузу, потом еще раз встретиться, нормально. Ну, то есть, просто по-мужски решить, без всех этих хайпов, да, и роликов и так далее. Да, я не собираюсь выливать, по крайней мере, вот это вот все, потому что смысл. Давай так, если мы берем теорию, можно хоть завтра это все закончить. Но, опять же, момент ответственности, осознанности двух спортсменов, которые готовы осознавать и нести ответственность за свои поступки. Те или иные. Ну, то есть, если завтра мы говорим, что кто-то был неправ, и начинаем действительно нормально общаться, а не только на камеру, потому что, ребят, извини, мы были неправы и так далее, это один момент. Но если это искренне начинается общение, адекватное, ну, и никто не говорит, что никто не должен быть друзьями и там в гости ходить друг к другу, просто адекватное, действительно хорошее отношение. То, которое просто к другим спортсменам у меня, я думаю, что это возможно, в теории. На практике я очень сильно сомневаюсь. Я верю, что оба смогут сделать сознательный шаг навстречу друг другу и перейти из области выяснения отношений, конфликта и так далее именно в спортивную конкуренцию, в сферу стронга и только. Если я могу что-то для этого сделать, буду только рад. Потому что не разъединенные усилия, а общий фронт двух украинских стронгов мог бы стать впечатляющей силой на мировой арене стронгмена. Это могла бы быть увлекательная история совместной работы на результат до турниров и соперничество на них. Это мог бы быть не конфликт во вред каждому, но синергия в пользу доминирования украинского стронгмена в целом. Это мог бы быть толчок к развитию спорта внутри страны. Это кто о чем, а я о своем, да? Могли бы быть охренительно интересные видео с участием обоих атлетов, потому что сколько раз я получал вопросы, а когда будет совместное видео на Конечного и Новикова, как так у них один тренер, а до сих пор такой коллаборации не было. Видит вселенная, я бы очень хотел, чтобы этого конфликта и ситуации на самом турнире не произошло в принципе. Но если это уже случилось, я надеюсь, что ситуация разрешится как можно быстрее и обернется движением вперед. Но прямо сейчас все в подвешенном состоянии. Будет ли диалог? Как все решится? Я не знаю. Но возможность для разрешения ситуации есть, а значит уже есть с чем работать. Я снимаю шляпу перед его результатами. 475 было очень легко. 300 тяга в наклоне – это непонятно для меня как. Очень сильный спортсмен, показывают очень сильные показатели. Но соревнования – это не зал. И в формате того, что соревновались бы мы и как-то друг друга накрывали, может быть, это было интересно. Но есть вот такой вот формат, где Паша показывает гиперрезультаты в каких-то упражнениях. И в этом всегда есть интерес и спор, что дети… Блин, дети. Гиперинтерес в этом всем, что есть вот такие упражнения, есть действительно соревнования. И когда это все как-то не состыкуется, пока еще в соревнованиях, когда нет объективности, это интересно, когда, грубо говоря, раз выиграть, да, вот я выиграл уже с соревнованиями. Еще, ну, грубо говоря, там несколько раз выиграю, допустим, я не говорю, что я выиграю обязательно, а пропадет интерес к этому все, потому что всем будет ясно. Если это начнется выиграл, проиграл, выиграй, проиграл и так далее, это может быть будет интересно, может не будет интересно. Это просто как-то… Всем интересно, Том, Столькман и я на данный момент, да, в мировом сообществе. Но на одних соревнованиях мы можем конкурировать очень близко, на вторых соревнованиях он пролетает где-то далеко очень. Где-то я там на ВСМ даже в финал не вылез. Тут еще больше вопросов. Я не знаю, как, ну, очень интересно. Мне само интересно быть, находиться в этой эре, происходящего в Стронге, очень интересно. Что вы думаете об этой ситуации? Пишите в комментариях. Моя позиция. Нельзя доводить до такого. Это ошибка Павла. Все мы совершаем ошибки. Я, в принципе, в этом преуспел. Не зря я такую худи ношу, да? Но проблема в том, что ошибки бывают разные. И в данном случае эта ошибка связана с рукоприкладством на важном турнире, что преследуется по законодательству, что может иметь последствия для спортивной карьеры, в том числе, что стало публичной информацией. И теперь важно взять за это ответственность и решить вопрос. Опять же, у каждой медали две стороны, да? Две версии происходящего. Версии Павла у нас пока нет. Возможно, он решит ее озвучить в будущем. Я повторюсь в финальный раз. У меня есть большое желание, чтобы эта ситуация разрешилась и свелась именно к спорту. Как все будет, посмотрим. Спасибо каждому, кто смотрел это видео и кто поддержит этот выпуск. Многие его ждали, так что проявите активность. Ссылки на инстаграм-профили и на ютуб-каналы Павла и Алексея я оставлю в описании под этим видео. С вами был Андрей Луценко. Не всегда это просто, но неизменно работаем дальше.